Друзья, привет! Сегодня 22 июля, я нахожусь 15 километров от границы с Украиной, это агрогородок или деревня Иваки, очень близко к украинской границе. Я приехал в гости сюда к моей подписчице, и она согласилась сделать обзор ее красивого дома. Вот здесь какая улица, вот козочка. Хорошо, значит, подписчица зовут Галина, она будет показывать ее дом в деревне Аваки. Вот здесь колодец, вот сосед, вот вход. У тебя гости, съемочная группа. Очень рада вас видеть. Да. Ага. А мы уже тут на ты общаемся. Что вы? Мы уже на ты. Да. Ну, я съемочная группа. Ага. Ты и камера. Да, да, да. А, значит, мы приглашаем наших зрителей. Да. Да. Вот собачка. Арчи. Хозяин. Да. Хозяин этого двора. Улыбнись. Угу. Ну, хорошо. Значит, расскажи про твой дом. Это наш любимый дом. Он нам столько доставляет радости. Мы здесь отдыхаем, посажаем огород, делаем ремонт, и все своими руками. И очень его любим, и очень любим здесь находиться. Получаем радость. Да. Да. Пошли дальше. Угу. А хочу спросить, сколько примерно квадратных метров, чтобы все понимали. И за сколько купила дом? Мы дом купили за 3 тысячи. Угу. 12 лет назад. 56 квадратных метров. Угу. Очень большой дом, кстати. Ну, для нас большой. Да. Хороший. Хороший размер. Там же квартиры в Гомеле, там по 30, по 34. Тут вообще много места. И это еще не считают вот эти вот все хозяйственные... Да, помещения, которые, кстати, тоже 50 квадратных. Значит, в общем, можно сказать, больше, чем 100 квадратов. Да. Всего жилья. Потому что мы тоже пользуемся. Там тоже хранится и какие-то вещи. Если в квартире мы можем велосипед на балконе оставлять, то есть есть у нас 2 сотки, сараи. Ну, и топливо, дрова. Угу. И сколько соток земли? Вместе с домом вот сараем 14 соток. 14 соток. А если без дома и без двора 10 соток? 10 соток земли. 10 соток, которые мы сажаем. Вот. И попозже мы пройдемся и покажи мне вот этот вот огород и все, что там растет. Как можно в Беларуси обеспечить жизнь? Обеспечить жизнь овощами. Да, да. Ну, значит, мы тогда пойдем пока сюда. Посмотрим на... А так пойдем? Да, как хочешь. Я иду с тобой. Вот. Клубнику выращиваем. Угу. Клубника. Помидоры. Помидорчики. Лук. Помидорчики. Здесь тоже марина. Клубники. Картофель. Вот. Три сотки. Три сотки картошки. Три с половиной картошки. Да, где-то три с половиной. Это самая главная еда. Клубника это одно, а картошка это совсем другое. Бульба. Второй хлеб. Да. Огуречки. Огуречки. Фасоль. Угу. А это укропчик растет? Это укроп, да. Укроп, да. Очень много укропа, он сам усеивается. Да, да. И радует глаз. Это кусочек фасоль, а тыква очень много, потому что потом используем и в пищу, и как удобрение. Прелесть какая. Ну, конечно, это тоже надо желание иметь и работать. Это тоже удовольствие. И удовольствие тоже. Мне приносит удовольствие. Возможно, кому-то нет желания, кому-то очень трудно, мне доставляет удовольствие. А вот спусты еще смородина. Смородина. Это абрикос. Вот еще несколько. Вот плодовые деревья, абрикос. Скоро. Скоро вот маленькие, манюсенькие. А туда мы пройдем? Или пойдем так? Пойдем, как угодно. Пойдем? Да. Мы просто по-натуральному. Вот малина. Я буду ее переносить в другое место. Потому она такая не очень. Тут не растет. Может дерево закрывает. Она растет здесь уже тридцать лет. Поэтому на одном месте надо менять. Я понял. И капризничная. А вот это ежевика. Ежевика. Вот как разрослась. Посадила ее года три назад. Вот абрикос еще дерево. Как будто половина дерева страдает чуть-чуть. Да, да. Какая-то листва такая, бледненькая. Но зато абрикосы, по-моему, зрели, да? Желтенькие. Уже красненькие, вон. Слышь, деница. А ну вот трое. Нет, еще тверденькие. Тверденькие еще. Мы пошли туда. Угу. А вот, кстати, это сосед. Это сосед. Да. Можем на секундочку снять их огород. Но видно, что он намного меньше, чем твой огород. Вот этот участок разделен на два. Вот за тем забором тоже был этот участок. Разделили на половину. Да. Слышь. Понятно. Потому у нее, да, пол моего участка. Угу. Ну, для кого-то, если там какой-то старенький, очень пожилой человек, он не хочет одиннадцать соток. Ему хочется пять соток. Это ж заботиться надо. Крыжовник. Мой любимый крыжовник. Это Поречка. 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 Я повторяю имя про просто... Тут микрофона нету, чтобы как бы слышно было, что... Да. Абрикос еще один. Тоже он в прошлом году мороз. И вот он подумерз, и я половину абрикоса уничтожила. И вот яблони. Яблони. Тоже вижу. Идем. Идем. В сентябре вылупится, да? Да. Вот еще одна яблонька. Угу. Вот. Вот так вот. Три тысячи долларов, если приложить труда немножечко в огороде, это все. Это супер. Это супер жизнь. Смотри, вишня. Дениска. Смотри, видишь, вот я тебя сняла внизу. Ага. Вверху там, что было, я сняла, а внизу стоило. Хорошо. Это, кстати, первый раз я хожу по полному оруду, так что это все новое. Да. Вот еще одна яблонь. Это вот три яблони. Три яблони. Семериньки, все вкусные. И груша. Угу. Кстати, да, уже большие. Ну, они вообще большие. Угу. 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 Там вот чуть-чуть винограда, но он тоже болеет. И он практически не плодоносит. Да. Ну, не мешает. А вот смотри, дениска. Вот, вот с дождями или с чем смотри, как дениска пропала. Пропадает. Ну, видишь, она повяла. Вот плоды. Да. Они все уже из кучи. Вредные, да. Дениска уже нет. Да. Да. Так что, можно порой не порадоваться дождем, да? Теперь. Хе-хе-хе. Арбит еще когда держится. Ну да. Хорошо. Вот это вот был огород. Давай мы еще пройдем до конца участка. Я покажу всем. Значит, та сторона смотрит на Гомель. На ту сторону. Это южная или северная часть. Ага. Ну, я вчера проверил на компасе. Ага. Ага. Вот морковка. Марковка. Хе-хе-хе. Ага. Ага. Пойдем. Пойдем. Да. Собачка попал делать. Да. Успеляем. Пойдем опять знакомыми просторами. Земля, земля. Мы встретим. Это деревня Иваки. Гордуны. Окей. Понял. Понятно. Чуть-чуть. Два километра Иваки, да? Понятно. Гордуны. Запомни. И вот здесь. Я повторяю для всех, потому что тут сложно с ветром. Это государственный участок, но тут позволяет. Они не следят и не ругают. Можно пользоваться. Да. Мы сделали такой маленький экспериментальный участок огорода. Ну, видно, что успешно. Все растет. Ну, дыня тут еще не завяли листья. Угу. Вот они поражены. Уже они шлипитят. Угу. 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 Да. Пропадется. Да. Вот сейчас я сделаю такое приближение. Значит, мы смотрим на Иваки в дальнем виде. Вон я вижу. Это уже Иваки. Там вон. Понятно. И на ту сторону. Это сколько мы от Гомеля? Сколько километров? 30. 30 километров от города Гомеля. И примерно 15 километров до Украины. И сколько там километров до Брянской области. Там Россия на ту сторону идет. А на ту сторону уже Европа. Да. Ну, хорошо. Прекрасно. Сейчас я хочу показать березочки. Вот мы не дошли до Тудова. Да. Да. Ты говорила, что они сами по себе как-то начали. Сами растут. И вот у меня такой мини-мини или микролес. Микролес. Берез. Берез. Берез какая. Даже грибы растут. Березы. Угу. Вот представьте. Купить дом в Белоруссии. Ну, можно честно сказать. Может быть, сегодня такой дом будет стоить 8 тысяч. Но разве это не доступно? Купить такой домик за 8 тысяч. Имеет почти все удобства для жизни. И много земли, где голода никогда не будет на этой земле. Да. Значит, мы теперь будем делать обзор всех хозяйственных построек и дом. Значит, как мы понимаем, это деревенский дом. 30 километров от Гомеля. Здесь будет туалет на улице. Но все-таки хотел показать. Он красивый. Он не страшный. Он сделан из глины. Из глины. И соломы. Солома и глина. Очень бюджетный. Ну, я же говорю, он приятный. Это не то, что есть... Вот даже у соседа, у него вот этот вот страшный, деревянный, вот этот вот ужас просто, да. А вот посмотреть на вот этот вот, он приятный. Он не пахнет плохо. Он нормальный вообще. Пол твердый. Все отлично. Вот. Но я видел уличные туалеты, которые в тысячу раз хуже. Что там позорно было даже идти. У моей бабули, к сожалению. У моей бабушки, у нее был такой туалет. Я помню в Сильмаши. Это такая беда. Это такая беда, что туалет и такое удобство, даже если оно на улице, оно должно быть именно приятным. Чтобы тогда можно было зайти, как, ну, почувствовать, чтобы было настроение, а не отвращение. Да. Значит, мы заходим... Это сарай. Это сарай. И в сарае есть такое вот помещение. Здесь можно готовить еду, чтобы был как вкус дыма. Да, вкус дыма. И это баня. Греть воду и помыться можно. Да, баня. Все тоже сделано с глиной и соломой. Глина и солома. И красивая штукатурка. Четкая. Все ровненько. Макраме сделано хозяйкой. Вот макраме, видишь, вот это? Панно, это я сама плела. Шнур, льняной шнур. Вот такой толщины. Дрова сложены по периметру сарая. А, кстати, чтобы как бы зрители в других странах понимали, вот столько много... Да, топлива. То, чем отапливается дом. Сколько вот примерно, на какой срок примерно вот такие вот дрова хватит, на какой срок жизни? Ну, вот этот, который здесь сарая, это вот хватит на одну зиму. На одну зиму вот эти вот все дрова? Смотрите, и вот эти. А я имею ввиду, вот можно сказать, например, все, все, что тут находится. Ну, на две зимы. Два года, короче, практически тепла и готовить что-то на улице. Два полных года. Хорошо. Ну, и ноль коммуналки платить. Да, да. Да, все свое. Ну, конечно, или купить дрова, или найти их в лесу, где сломанные палки. Да, можно в лесу, можно принести, это будет бесплатно, но надо приложить в сын. Да. Надо выйти на улицу и найти это все. Значит, да. Значит, сейчас мы будем заходить вот в этот, я его называю как дом гномика, потому что тут такие приятные яркие цвета. Значит. Арчик. Арчик. Арчик, собачка. Да. Главное. Это прихожая. Персонаж. Да. Да, прихожая, веранда. Веранда, прихожая, вот здесь есть плита. С баллончиком работает газом. Молодильник. Угу. Вот видится окошечко, какой милый вид. Вон, какие облака сегодня красивые. Камера красиво отображает облака. Да. Да. Вон, какая красота. Да. Вот сейчас мы сделаем приближение. Вон. Далеко. Вон. И в океан в дистанции. В детстве любила облака наблюдать, как они изменяют. Угу. Вот. И, кстати, баллончик этот уже пару лет, он все никак не кончится. Не память. Три года. Пять. Пять лет. Пять лет. А, вот. Наша любимая скамейка. Да. Желтенькая. Скамейка для гномиков. Да. Скамейка для гномиков. Пластиковая. Не гниет. Не ржавеет. Вечно. Боится дождя. Да. Угу. Ой, Арчик проголодался. Ты мой Зоин. Тепловая дрова все. Все. Началась кухня наша. Половина дома, которая служит той же кухней. Печка. Печка. За дровами. На ней можно готовить еду. Вот такая вот печка. Угу. 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 Вот так вот здесь можно готовить супы и все что угодно. И подогревать еду. И подогревать. Ну вот. Печка. Угу. Угу. Можно сказать, как русская печка. Туда ходить тоже можно. Даже написано Гомель. Это же централит. Вот централит. Вот. Надо пить здесь и туда можно горшочек с едой поставить и будет кушиться. Вот русская печка. Где такое в Америке найти? Нигде. Вот рюкзак мы запечатлили. Что я здесь был. А знакомьтесь с рюкзаком. Это вот смотри тоже. Моя. Я пьяна. И мне нашли. Моё изделие. Ага. Ага. А кстати можно бизнес свой сделать. Есть же такие сайты. Ну если просто. есть Экси. Это американский сайт, который позволяет по всему миру продавать свои изделия. Это вторая печка. Вторая печка. Нет. Ну это как бы это можно тут приготовить что-то или отопить ту часть дома. Понятно. Это. Да. Это как бы экономно тоже. Правильно. Да. 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 И это у нас уже комната отдыха. Вот это лично наверное моя из самых любимых комнат. Я тут спал. Угу. Угу. И это. Ну позирует такое что самый главный персонаж. Ну 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 ну. Ой. Боится камеры. Я поприветствую вас таким. Привет. Легким рейком. Да заяц? Угу. Держи и куда. Куда. Вот мы покажем. Тут такая вот большая полочка. Книжечки. Советские времен. Да. Советские книжечки. Все такое сентиментальное. Деревенское. Спокойное. Ну вот. Технологии есть. Андроид. Тоже каких-то 90-х годов наверное. Да. Книжечник. Угу. Это Дочкины еще когда в детстве. Да. Вот. Прелесть, красота. А вот выход на улицу. Угу. На улицу. Угу. Вот улица, колодец. Ну на который ты уже снимал. Да. Я уже снимал колодец. Да. Красота. И вот. Можно тут показать какой вид будет с этого окошечка во двор. А вот. Вот в общем. Вот такая вот красивая желтенькая комнатка. Да. А, да. Еще тут спальня есть дополнительная. Я вот показываю. Аккуратные потолки. Тут ничего не проваливается. все четкое. Дом для деревенского состояния. Я вот Галине говорил. Я в восторге был. Что в таком четком. Как. Лучше чем квартира в Гомеле даже. Ну конечно. Некоторые квартиры. Да. Некоторые. Вот. Дополнительная спальня. Вот тут полностью отделенная от того помещения. И вот тут еще есть уголок. Где что-то можно тоже сделать с ним. Или просто посидеть тут. Отдохнуть. Да. Вот. Да. Жизнь прекрасна бы в таком доме была. Да. За 3 тысячи долларов. За 3 тысячи долларов. За 3 тысячи долларов. Это вообще. Главное это усилие для огорода. Чтобы заниматься на участке. И вся еда доступная. И еще отметим. На велосипеде. Можно до магазина за 20 минут доехать. Да. Или какой самый близкий. Где есть какие-то продукты. Да. За 10 минут. 10 минут на велосипеде. Или 20 минут пешком. 20 минут пешком до магазина. Или 10 минут на велосипеде. Можно доехать до самого близкого. Так что тут не полная глушь. И еще хотел отметить, что поезд только стоит рубль с копейками. И это где-то 40 центов. Это где-то стоит. Американских центов. Это меньше чем пол доллара. Проехать на поезде до города Гомеля. Так что транспорт тут есть. Даже можно в городе работать. Да. Ну просто добираться 3 километра до поезда. Но тем не менее можно добираться. И можно найти работу в Гомеле. Да. Ехать каждый день в Гомель доступно. Выходить рано утром до поезда. 53 минуты до Гомеля поезд доедет. И уже добраться до своей работы. А если работать... Угу. 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 Наслаждаться городской жизнью иногда, если тут скучно будет. Угу. Да. Вот. Еще раз покажу. Да. Все тут такое деревенское, приятное. Да. Не сравнить с моей квартирой, которая в Гомеле сейчас. Извини, хозяйка, если ты будешь когда-то смотреть этот ролик. Если она найдет меня где-то. Ну да. Да. Вот какой я чай пил. Вот. Вот. И вот с какой чашечки я пил кофе. Да. Кофе strong. Strong coffee smells good. Сильное кофе пахнет вкусно. Супер. Да. Да. Ну вот так вот. Спасибо. Надеюсь, всем понравилось. И самое главное, оставляйте ваше мнение и комментарии нашей героине, которое обустроило этот дом с любовью, с детальями. И сколько сил и опыта вложило в этот дом. Это надо. Столько много любви, креатива. Все стеночки ровненькие, четкие. Никакого косяка вообще тут не видно. Просто вообще я в восторге. И еще напоминаю. Вода есть. Так? Вода. Вода есть. Насосная станция. Насосная станция. Вода здесь есть. Напоминаю. Электричество есть. Да. Холодильник есть. Стоит. Электрочайник. Да. Электрочайник. Да. Все здесь есть. Но нету этого санузела в доме. Это тоже же можно сделать, например. Если кто-то сильно хочет. Можно в какой-то части дома это все можно сделать. Вот. И нету как бы горячей воды. Это надо как бы в баню. В баню надо идти, да? Ну вот смотри. Веранде. Вот эта ванна, которую мы делали. Вот ванна. Вот здесь есть веранды. Можно сделать. Да. Вот. Я, кстати, тут не прошел еще. Забыл. Да. Здесь можно сделать и волер поставить. И туалет здесь сделать. Да. И душевые кабинки. Вот пол веранды уделить на... Да. И все. Все. Если кто-то хочет там... Сколько это, например, стоило бы вот? Если американец хотел бы приехать сюда. Где-то 3000 долларов. Мне вот риэлтор говорил в другом доме. Это будет где-то 1500 стоить, чтобы поставить и сделать минимальный туалет. Установить это все. Возможно. Но постепенно. Можно же не сразу. Да. Да. И потихонечку. Да. Оно же не будет с первого раза. И вот погреб. Да. Кстати. И ничего не видно. Чуть-чуть видно. Хочешь, давай вот эти доски с ними? Давай. Просто я покажу. А хочешь даже туда? Нет. Нормально. Вот. Кстати, вон у меня камера. Она... Она ночью может... Да. Вот смотри. Все видно. Это погреб. Кстати, тут очень холодно. Я даже вот... Двери вот эти открылись. Вот эти досточки. И прямо в мое лицо идет холодный воздух. Там реально... И сейчас, значит, в Белоруссии делают погреба в доме. И здесь, вы помните, в доме тоже. Угу. Угу. У кирпича будет красивый, меланейный. У кирпича будет красивый. Угу. Но хозяева предыдущие, они разобрали руки в кирпичи большую. Угу. Угу. У кирпича газа сет. Ну, в принципе, я бы не пользовалась. Потому что в доме это как-то. Да, да. Вот они засыпали, а мы сверху... Все, и там был люк, был, можно туда спускаться. А мы зашили фанерой, потому никакого погреба. Но было вот этот и их дом не было. Угу. Вот погреб. Вот. Советский веник. Мой любимый веник. Я люблю такие. И вот здесь окошечко. Дубовые дрова. Вот. Какое небо. Какое синее-синее. Да. Дубовая дрова. Вот. Ну, все. Пишите ваше мнение, что вы думаете. До свидания. Галина. И можешь, Галина, сказать пока-пока. Спасибо. Спасибо огромное Галине. Она предоставила мне одну ночь уютного жилья. Я спал, как маленький ребенок до одиннадцати. Могу откроются. Убили. Ясна. Со-сературок. Убили. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»